Приветствую вас! Вопрос, как такового вы не задаете, вот, вы как бы рассказываете нам о том, вот что с вами произошло, рассказываете, как вы делитесь с нами тем, что у вас случилось. Вот, правда, не очень понятно, насколько это все у вас, вот, вами, вами самой, поскольку это по времени ощущается, что два года назад с вами произошла трагедия, какая вот, скажем, несчастный случай. А вот, в следствии чего ваш муж ушел, это само по себе является травмой для вас, вот. То, что с вами произошло, это тоже травматично, безусловно, и заслуживает и нуждается в том, чтобы, ну вот, эту травму, чтобы вы ее прорабатывали именно вот с психологом, конечно же, потому что избиение и насилование, это одна из, ну, одни из самых тяжелых травм вообще, естественно, бывают. Вот. То есть, это вот такая, так скажем, ну, первая, это первая сторона вам сделает, да? Значит, значит, проработает травму, которая вот у вас сейчас имеется. Значит, далее, поговорить, что у вас ребенок, и что вы одна его воспитываете, и что вы пытались, но у вас, я так понимаю, не получается. Не получается у вас, по моему мнению, во многом потому, что вы не можете пережить того, что от вас ушел муж. То есть, вам обидно, что у вас как бы семья, вот, рассталась, и вы не можете вскоре этого принять. Ну, по сути, происходит то, что вы не можете принять не факт распада семьи, там, что, вы знаете, мужчина ваш, он каким бы хорошим не был, он все-таки смолодушничал, я надеюсь, вы не будете с этим спорить. Он смолодушничал, он бросил вас одну, по сути, дело, и вы остались в одиночестве справляться со своими проблемами, своими бедами и так далее. Ну, это человек, за которого, явно, вот, переживать не стоит. То, что он ушел, то, что он ушел, как это не парадоксально звучит, но за это нужно поблагодарить тех, кто с вами так поступил. А вот, да, это словно не люди, но они вот вскрыли вашего мужа с его, так сказать, истинной стороны и просто-напросто показали вам, что это за вообще человек. А человек оказался слабым, и если так, то рано или поздно он бы вас бросил, рано или поздно он оставил бы вас. Это, вот, нужно понимать вам, нужно давать себе вот насчет, что если мужчина ушел сейчас, значит, он ушел бы обязательно, но позже, и вам было больно еще больнее. Полагаю, что у вас проблема в позиционировании себя матерью и проблема в том, что вы чувствуете вот вследствие того, что с вами произошло. Яминское избиение и насилование. Значит, вы здесь говорите, что чувствуете себя преданной и унизенной, пишите вы. Значит, ну, сразу вопрос к вам, преданной, в принципе, кем преданной, понятно, а вот унизенной кем? Вы считаете, что ваш муж вас, простите, я хотел сказать немножко другое, унизенной кем, понятно, а вот преданной кем? Вы считаете, что ваш муж вас реально предал? Вы считаете, что он вас действительно предатель? Почему вы так считаете? Если мужчина бросил вас в такой трудный момент, то это не предатель. Это человек, который, по сути дела, никогда, получается, с вами и не был, если он бросил вас в такой тяжелый момент. То есть не было предательства. Человек и вначале таким был. То есть эти люди вскрыли его истинные нормативы, которых он сам, может быть, даже не знал. Понимаете? То есть это вот действительно такой вот важный аспект, если говорить именно про предательство. Это такой вот действительно важный момент, если говорить именно о нем, ну, о предательстве как пеховом, да? Вот. И здесь вам нужно в первую очередь отказываться от идеи того, что ваш муж предал вас, и принимать немножечко другую идею о том, что муж всегда был таким, просто он не имел возможности проявить себя в данном аспекте. Далее. Вы говорите, что, значит, вам нужно быть хорошей матерью для своей дочери и так далее. Что мешает? Вот как все относится, как все то, что вы написали, относится к вашей дочери? Вот. Мне бы хотелось очень, чтобы вы этот момент, ну, как-то пояснили. Потому что пока, пока, это все не очень понятно. Дело в том, что, да, могут быть, безусловно, проблемы у вас с восприятием, там, себя и так далее, безусловно. Но. Какое это все имеет отношение к дочери? Понимаете ли вы сами, понимаете ли вы сами, что ваша дочь вас нуждается? Насколько вы, насколько вы это понимаете? Насколько вы понимаете, да, вот, кроме дочери у вас, кроме вас, у дочери нет вообще никого больше. Тоже очень важный момент. Далее, значит, вот у вас, вы пишите, ушел муж, не смог смириться. А, когда ушел муж, с чем не смог смириться? Как вы относитесь к тому, что он не смог смириться? Именно вот, как вы к тому этому относитесь? Как вы это воспринимаете? Все это важные моменты, о которых вам нужно говорить. А дальше? Дальше, значит, работа над чувством беспомощности, над осознанием того, что беспомощность физическая, это совершенно не относится к беспомощности душевной, и далее вам необходимо, чтобы вы работали над тем, чтобы такое больше никогда не повторилось в вашей жизни. Это вот без преувеличения то, что вы можете сделать. Без преувеличения. То есть, работа над собой, значит, повышение собственной самооценки, значит, формирование, формирование к себе более ценностного отношения, отход от позиции жалости к себе, хотя, хотя, понимаешь, что это тяжело вам будет, но тем не менее. И, собственно говоря, здесь вам нужно больше нести ответственность именно за себя. То есть, я понимаю, что вам не нравится слово ответственность, и вы считаете, что вы так это все делаете, но тем не менее, тем не менее. Ответственность необходима. Необходима. То есть, это, ну, совершенно необходимо вам формировать ответственность за себя, потому что то, что вы говорите, это, по сути, проецирование на дочь, то, что проецирование на дочь. И, по моему мнению, заострение внимания на, опять же, на себе. То есть, вы, вместо того, чтобы думать о дочери, и вы вместо того, чтобы фокусироваться на ней, на дочери, вы, по сути дела, фокусироваться на себе, на своих переживаниях. И, если, к большому счету, это, в общем, нормально, в общем и целом, это нормально, нормально фокусироваться на себе и нормально его делать, то у этого есть некая, так сказать, конечная цель. И, значит, изменение отношения к тому, что произошло, то есть, направленность на тот вывод, что вы не могли повлиять ни на что в этой ситуации, что это произошло, помимо вашего желания, что вы ни в чем не виноваты, ни перед кем. И я бы очень хотел, очень бы я хотел поработать с вашей ответственностью. То есть, вот, что именно вы вообще подразумеваете под ответственностью своей? Что вы в это вкладываете? То есть, какая у вас ответственность за себя? На мой взгляд, это прямо очень так важно, чтобы вы, вот, подробно проработали. Ну, а матч, 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 если вы говорите о том, что вы плохая матч, то это, опять же, принижение Саидов, то есть, это работа с матчами. И, как бы, как бы я понимаю, что после того, что, вот, с вами произошло, вы не можете по-прежнему себя любить, так как вы любили. Вот, но, тем не менее, это необходимо сделать, потому что с дочерью, она вообще счастливая матч. Поэтому, я думаю, что вам нужно старать себя жалеть и работать с психологом по своей проблеме. Работа с психологом вам поможет преодолеть все ваши проблемы сейчас. Это работа. Потому что и насилование, и изменение представления о себе в результате него, и предательство мужа, и ваша готовность, скажем так, быть родителем, все вот это вот требует определенной корректировки. И определенного воздействия, естественно, тоже. То есть, без воздействия, без корректировки, ну, я надеюсь, вы понимаете, что быстрого результата здесь при вашей проблеме искать не стоит. Это ни в коем случае не какой-то такой задел обязательно на будущее. Нет, это просто, чтобы вы знали, чтобы вы старались, чтобы вы имели, так скажем, реальную картину мира, чтобы вы рассчитывали на реалистичный результат. Это вот куда более важно. А так, не отчаивайтесь, что можно решить. Главное, ваше желание. Мы первый шаг вы уже сделали, это обратились на наш ресурс, теперь нужно сделать второй шаг и работать с вами. Работать, 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 работать. Это необходимо вам сейчас. Это то, что для вас сейчас прямо наиважнейшее для вас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас какие-то вопросы дополнительные остались, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен вам. Если сделаете его лучшим, если у вас появится желание написать дополнительные, ну, дополнения к вопросу, то дайте мне знать в личку. Я прочту и отвечу обязательно вам. Желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...